МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ой, мамочки! Пожар! Так, так, так! Ой, как же его? Да погодите вы, погодите! У вас щетка есть, у которой зимой снег счищают? А, да! Вроде есть! Вот это? О! Ой! Это не пожар! Это вам кто-то дымовую уху подсунул! Только этого не хватало! А может, объяснение вот здесь? Подержите! Опять! В детективное агентство пришла Анастасия Богачева. И кто-то требует, чтобы я уволилась. Конечно, есть человек, которого я подозреваю, спасибо. Но мне нужна ваша помощь. А вы кем работаете? Я начальник производства на химзаводе. Устроилась всего месяц назад, после того, как вернулась со стажировки из Англии. Вижу, вижу. Богачева Анастасия Алексеевна, 26 лет, закончила школу с золотой медалью. Красный диплом в институте музыкальной класса виланчель. В Лондоне стажировались на известном предприятии. Ну, в общем, отличница, перфекционистка и красавица. Спасибо. В интернете нашли мое резюме? И поверьте, он способен на большее. Но вернемся к делу. Итак, вам уже две недели угрожают. А в чем выражаются эти угрозы? Сначала мне приходили смс-ки о том, чтобы я уволилась. Потом мне прокнули колеса на машине. А сегодня, представляете, выхожу и дым из-под машины. Мне кажется, это вообще уже последнее предупреждение. Если не сделаешь, что говорю, будь осторожнее. Лицо после кислоты еще никого не украсило. Ну да, кислота в лицо – это уже не шалости вроде прокола колес и дымовухи. А вы кого-нибудь подозреваете? Нет, ну, конечно, на новой работе меня недолюбливают многие. Но вы знаете, мне кажется, что особенная – это Юлия Смагина. Это наш технический инженер. Она просто мечтала о моей должности, но в силу обстоятельств, ну, там, я не знаю, может быть, в силу таланта не смогла пробиться. Я думаю, что это она. Ой, простите, мне уже, видимо, на работу нужно бежать. Да, потому что я без машины после сегодняшнего отогнала ее на охраняемую парковку. Я вас отвезу, а по дороге мы поговорим. Хорошо, спасибо вам. Вы понимаете, Игорь Петрович, если вы мне не поможете, мне придется уволиться. Я пробовала не обращать внимания, но кислота в лицо – это уже слишком. Ну, если вы до сих пор не уволились, значит, вы этим местом дорожите. Да, это так. Конечно, у меня есть и другие предложения, но, понимаете, здесь просто огромные перспективы. И при успешной работе меня могут перевезти в Москву. А вы можете меня провести на территорию завода? Вы знаете, это вряд ли. У нас предприятие закрытое, и тем более сейчас идет проверка. Но я попробую поговорить со своим начальником. Хорошо. Настя угрожает, слева симки. А ты надеялся, что мы по номеру телефона, фамилию, имя, отчество и адрес злоумышленника вычислим, да? Ой-ой-ой, Анечка не в духе. Почему? Я очень даже в духе. У меня нормальный рабочий настрой. А вот ты запал на клиентку. Ты бы лучше позвонил на этот номер. Алло. Забросили. Слушай, нужно сигнал установить, откуда идет. Позвони своей приятельнице из сотовой. Да я уже написала. Ждем. Что там у тебя? Юлия Смагина. А, это та женщина, которую подозревает наша клиентка, да? Да. Сорок два года. Почти пятнадцать лет работает на заводе. А у нее, похоже, есть взрослая дочь, Соня. Ну-ка, зайди на ее страничку. Так, Сонечка Смагина, восемнадцать лет, студентка. О, смотри. Девчонки, срочно посоветуйте крутого визажиста. Сейчас я ей посоветую. Ты что, девчонка, что ли? Давай не придирайся. Ну и кого советовать будешь? Как кого? Тебя, конечно. Дим, ты что, обалдел? Я не умею делать макияж другим. Да ладно, не парься ты. Главное, чтобы она откликнулась. Я тебе сейчас такое режиме за бабаху закачаешься. Ну, а там потом размалюешь как-нибудь ее. Ну, спасибо. Пожалуйста. Через полчаса Настя Богачева вышла вместе со своим начальником Григорием Мельниковым и представила детектива как экономического обозревателя. Настенька, я не думаю, что нам получится выписать пропуск Игорю. Вы же знаете, что все общение с журналистами у нас сейчас контролируется главным офисом из Москвы. Ну, может быть, отправить им запрос? Да не стоит. Может, если вас интересует вклад нашего завода в экономику региона, то, в принципе, мы можем с вами записать интервью. Ну, спасибо. Я подумаю. Юлия Владимировна, опаздывайте. Уже половина десятого, а вы знаете, что у нас сейчас работает проверяющая из Москвы. А я беру пример с начальством. В смысле? Анастасия Алексеевна, я смотрю, тоже не на месте? Так, Юлия Владимировна, я попросил бы вас соблюдать субординацию. Анастасия Алексеевна, ваш непосредственный начальник. Ой, Гриш, прекрати. Так, Юлия Владимировна, немедленно объяснительную ко мне на стол. Григорий, как вы правильно заметили, Юлия моя подчиненная. Поэтому пока никакой объяснительной не нужно. Но в табеле опоздание будет отмечено. Хорошо, Настенька, как скажете. Я просто хотел помочь. Ну что, за Юлией Смагиной действительно нужно понаблюдать. И здесь вопрос не только в конкуренции. А в чем? Ревность. Короче, Смагина очень, похоже, любит директора Мельникова. А тот в открытую симпатизирует, Настя. А, ну тогда у нее нет никаких шансов. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Да. Да, конечно, могу. Я могу даже сделать пробный макияж. Но только давайте не в салоне, а на вашей территории. Да, все, договорились. Адрес жду эсэмэской. Все. До встречи. Ну что, позвонила Соня Смагина. Объявление сработало. Я чего-то не знаю. Какое объявление? А Аня у нас теперь визажист. У тебя хоть косметика-то имеется? Найдем. Нет, Аня, если что надо для дела, ты купи. Значит, Юлия Смагина на тебе. Хорошо. В обеденный перерыв Дмитрий ждал Юлию Смагину. Он заранее подготовил букет, в который была встроена миниатюрная видеокамера. Почему? Тебе же там нравилось. Ну хорошо, как знаешь. Девушка, это вам. С чего это вдруг? Просто так. Возьмите, пожалуйста. Подружка не пришла на свидание? Нет, почему пришла, но не ко мне. Спасибо. Но вы не расстраивайтесь. Может быть, оно и к лучшему. Красивый букет. Ой, а это что такое? А, это сувенир на удачу. Вам не нравится? Нет, вы знаете, очень нравится. И удача мне сейчас не помешает. Спасибо. Всего доброго. Алло, Дим, привет. Я уже около дома с Магиной. Я не знаю, сколько провожусь с этим макияжем. Мне подруга скинула адрес, откуда шел сигнал с мобильника-шантажиста. Проверишь, ладно? Да, хорошо. Я обязательно проверю. Только кино сначала досмотрю. Тут к Юле Мельников пришел. Давай. Хороший букет. Новый поклонник? Какой поклонник, Гриш? Так, по случаю достался. Я зачем тебя позвала? Ну, похвастаться букетом, новым поклонником, вызвать ревность. А ты ревнуешь? Юлечка, хорошая моя, ты себя не накручивай. Я тебе очень благодарен за то, что ты поддержал меня в трудную минуту. Но теперь все. Давай с тобой установим нормальные рабочие отношения. Это из-за нее? Кого? Кого-кого? Не прикидывайся, что ты не понимаешь. Так, Юля, я сказал все. И решение своего не изменю. А букет классный. Не упусти поклонника. Да пошел ты! Вы еще пожалеете! Ну, надо же как-то поаккуратнее с техникой-то обращаться. К детективам обратилась Анастасия Богачева с просьбой найти человека, который принуждает ее уволиться с престижной работы. В случае, если Настя не выполнит требования, неизвестный угрожает сжечь ли лицо кислотой. Под подозрение попадает коллега Насти, Юлия Смагина. Игорь Петрович, ну что, я могу сказать, что, судя по темпераменту, Юля очень вздоровная дамочка. Такая и угрожать может. Даже угрозы свои может выполнить. Тем более, что плеснуть кислотой – это вполне по-женски. Но пока это только предположение. Да, камера у меня накрылась, так что вся надежда на Аню. Ну да. Вот еще какая странность. Координаты, которые прислала мне Аня, ну, телефона шантажиста, они не совпадают с адресом квартиры, где Юля живет, и с адресом ее работы. Если Юля угрожает, то с какого телефона она пишет? Вот, и выясни. Понял. Анна пришла на квартиру Юлии с Магиной, чтобы сделать ее дочери Соне макияж и установить скрытую камеру. А мне нора. А может быть, еще с платьем померить, чтобы понять, как с ним будет? Ну, знаешь, я твое платье уже видела. Ну-ка. Я думаю, что все подойдет. Знаешь что, а давай сделаем что-нибудь экстравагантное. Не хочешь? Да и так отпадно. Ну, почему ты не хочешь попробовать что-нибудь другое? Потом уже непосредственно решим, что будем делать на свадьбу. Знаешь, я сделаю тебя немножко поярче и акцент на губы. Окей, давай. Так, подожди. Ты сейчас иди умывайся. Вот тебе увлажняющий крем для лица. Умоешься, промокнешь лицо и намашешься кремом. Я тебя здесь жду. Хорошо? Хорошо. Игорь Петрович, я осмотрела всю квартиру, но кислоты там не нашла. А у Смагина есть машина? Да, есть машина. Может быть, она там. Но я без Димы не смогу влезть к ней в машину. Ты смотри, какая движуха началась. Неважно выглядишь. Что-то случилось. С Мельниковым рассталась. Из-за этой фифы новой. Все карты мне спутала. Общая отца. Ну, зашибись. А я тебе говорила, что он козел. Теперь из-за него в долгах, как в шелках. Сонь, ну мне и так тяжело. А мне не тяжело было, когда я год собиралась в Италию, а ты просто взяла и угрохала все деньги на пластику. Мне не тяжело было, когда тебя после пластики еле с того света вытащили. Сонь, ну я люблю его. Я думала, что морду подтяну и... Мамуль, прости. Ну не плачь. Забудь этого Мельникова. Ищи другого. Ты вон какая красавица стала. Больше тридцатника никто не даст. Сонь, да я бы с радостью. Да только сердцу-то не прикажешь. Хотела бы я так влюбиться. Мам, ну тогда нужно бороться. У нее больше нет сил. Ну даже если Смагина третирует нашу клиентку, мне все равно ее жалко. Так влюбиться. Может быть хоть дочка убедит ее не зацикливаться на этом Мельникове. Фух. А бегал я весь офисный центр. Ничего. Или телефонной вибрацией. Или шантажиста там сейчас нет. Да, искать шантажиста таким способом это заранее получить нулевой результат. А адрес офисного центра? Рябцова 22. Да, кстати, Смагина навряд ли там могла быть. У них на заводе дисциплина жесткая. Так что, скорее всего, кто-нибудь по ее поручению... Замечание справедливое. Нужно позвонить клиентке и выяснить, может, у Смагина там знакомый какой есть. А Настя скоро закончит? Я обещал ее после работы в семь часов встретить. О, уже пора. Я с вами. Ровно в 19.00 детективы были у завода и ждали клиента. Мне опять угрожают. Ты не понимаешь, видимо, придется объяснять по-плохому. А время отправления? Полчаса назад. Нет, ну это не Смагина. Смагина в это время с дочерью разговаривала. Ну а кто тогда? Настя, мы работаем. Ну, мне идти, да? Одна? Ну уж нет, Игорь Петрович. Да нет, ну в самом деле, пусть вас Дмитрий проводит, а завтра я вас на работу отвезу. Спасибо вам большое. Да не за что, это такая мелочь. Спасибо, до свидания. По дороге к подъезду Насти, Дмитрий заметил, что за ним следит подозрительный молодой человек. Ну, в общем, спасибо вам огромное. Здесь я уже сама добегу. Настя, подождите. Аккуратно, посмотрите. Сзади нас стоит парень. Вы его знаете? Нет, в первый раз вижу. Он начал следить за нами, как только мы вошли во двор. А до этого сидел на лавочке и копался в телефоне. Вы думаете, это может быть он? Доверим. Значит так, мы сейчас зайдем до подъезда. Вы зайдете, а я останусь и посмотрю, что он будет делать дальше. Ничего не бойтесь, я буду рядом. Поднимайтесь в квартиру и закрывайте дверь. Хорошо, я поняла. Да, еще. Если что, я ваш парень. Так что подъезд для достоверности. Поцелуйте меня в щечку. Хорошо. Ну, все, пока. До свидания. Ты кто такой? В смысле? В прямом. Я парень девушки, которая здесь живет. Я сосед сверху. Чего? Чего ты гонишь? Сверху пенсионеры одинокие живут. Кто такой, спрашиваю. Да погоди ты, это дом 5, корпус 2? Я к девушке своей шел, Лена зовут. Я еще ни разу не был у нее. Это первый корпус. Здесь не Лена живет, понял? Ну вот видишь, я ошибся. А ты сразу на людей кидаешься. Дмитрий бросил в карман рюкзака подслушивающее устройство. Дим, у тебя все нормально? Да не очень. Все нормально. В общем, я Настю провожал. За нами вязался какой-то парень. Я так понял, что он следит за Настей. Решил посмотреть, кто это такой. Ну вот, я пошел за ним. А он сел в машину и уехал. Хорошо, что я успел еще подслушку ему бросить. Номер машины я пробил. Зарегистрирована она на Михаила Боброва. О, по-моему, звонит кто-то. Да, слушаю. Нет, не поздно. Я работаю круглосуточно. А я уже подобрал вам шикарного менеджера. Опыт, клиентская база, все как полагается. Давайте, первое собеседование проведем у нас в агентстве. Завтра в девять. Конечно, напомню. Рябцево, двадцать два. До завтра. Рябцево, двадцать два. Да, там есть какое-то кадровое агентство по подбору персонала. Город Персонал, так и называется. Так. А, так вот этот парень. У них на сайте. Бобров Михаил Леонидович. Сотрудник по подбору кадров. Ань, придется тебе завтра идти в этот город персонала. Хорошо, я подготовлю свое резюме и отправлю этому Боброву. Утром Михаил Бобров пригласил Анну на собеседование. По Богачевой я работаю. Заказ будет выполнен, я же сказал, да. Как только все случится, я сразу же вам позвоню. Да? Все, до свидания. Доброе утро. Доброе утро. Извините, что заставил вас ждать. А вы очень пунктуальны. Мало кто не опаздывает в такую рань. А вы знаете, для меня это норма. Я слышала, вы сказали Богачева. А у меня есть подруга, Настя Богачева. Представляете, какое совпадение? Давайте лучше о вас. Резюме ваше я читал, но в принципе все мне здесь понятно. Расскажите подробнее, на какую работу вы претендуете? Ну, знаете, я бы хотела устроиться торговым представителем. Желательно на продукты. Автомобиль у меня есть, поэтому я думаю, я с этим хорошо справлюсь. Ну, или мерчендайзером. Смотрите, на данный момент таких вакансий у нас нет, но я внесу ваше резюме в базу. И как только будет заказ, я сразу же вам позвоню. Хорошо, а как долго ждать? Возможно, и на следующей неделе. Да. Ну, я пойду? Подождите, я оставлю вам визитку. У вас телефон. Ой, вы знаете, это муж звоните, я ему потом перезвоню. А ваша визитка мне не нужна, у меня есть ваш номер телефона. Спасибо, до свидания. До свидания. Детектива разыскивают шантажиста, который угрожает облить лицо кислотой 26-летней Насти Богачевой. Узнав, что Настю преследует менеджер из компании по подбору персонала Михаил Бобров, Анна отправляется к нему на собеседование в кадровое агентство. Утром детектив шел к дому Насти, чтобы проводить ее на работу. Отпусти, козел! Если не ошибаюсь, Соня Смагина, дочь Юлии Смагиной. Откуда вы знаете? А в баночке, наверное, кислота была. Ну, ничего, это экспертиза подтвердит. А пока будем ждать полицию, нам Соня расскажет всю правду, да? Это точно он. Он ответил по номеру, с которого шли угрозы. В это время помощники пытались дозвониться детективу, чтобы сообщить, что нашли шантажиста. Трубку берет, трубку. Странно, обычно он все время отвечает на звонки. Может, занят. Слушай, я боюсь, что мы упустим этого Мишу. Он точно что-то заподозрил, когда мне перезвонил, и у меня зазвонил мобильник, понимаешь? Надо колоть его самим тогда. Только он симку, наверное, сбросил уже. Пойдем, пока он не опомнился. Пожалуйста, не заявляйте на меня. Вы шутите? Если бы не Игорь Петрович, вы спалили бы мне лицо. Я не подумала. Точнее, подумала, что это решит проблему. Мама никак не может забыть Гришу. А он смотрит на тебя. Соня, вы даже не попытались разобраться в том, что мне совсем не нужен ваш Мельников. Простите, но я больше не хочу жить в страхе. Сначала угрозы, теперь это. Вы же ни перед чем не остановитесь. Какие угрозы? Я это решила сегодня ночью, когда услышала, как мама белуга ревет в своей комнате. Соня, а где вы были вчера утром, когда под машину Насте положили дымовух? В универе. Не надо на меня вешать больше, чем я сделала. Никому и не угрожала. Проверяйте сколько угодно. Ну, здравствуй, Михаил, герой-любовник. Как, Лена, встретились? Мы помощники честного детектива. И хотим знать, с какой стати ты угрожаешь нашей клиентке, Анастасии Алексеевне Богачевой. Я не понимаю, в чем меня обвиняют, какие угрозы. Я обычно кадровик, но да, у меня два телефона, один рабочий, другой личный, и что? А позвоните мне вот с этого телефона. Там нет денег. Там нет симки. Михаил, где вы были вчера утром? Издеваетесь? Я, во-первых, не понимаю, в чем меня обвиняют, это раз. А во-вторых, вы даже не полиция, два. Да, не полиция. Но ты можешь очень быстро там оказаться, если будешь неправильно отвечать на наши вопросы. От симки ты избавился. Но моя коллега Аня слышала, как ты с кем-то обсуждал нашу клиентку Богачеву. А я вчера видел тебя возле ее квартиры. Я никому не угрожал. Значит, полиция. Подождите. Настю Богачеву мне заказали конкуренты завода, где она работает. Ну, я должен был ее переманить. Вам обещали за это деньги? Ну, разумеется, и не только. Еще повышение. Я бы смог подбирать суперспециалистов, а не просто продавцов. Ну, Насте я позвонил, хотел назначить встречу, ну, рассказать о работе, условиях. Но она отказалась и попросила больше ее не беспокоить. И ты не понял? Я просто не сдался. Купил симку на рынке. Начал писать СМС. Но делал я только это, ничего больше. Да? А домой зачем к ней приезжал? И машину чуть не поджег. Какую машину? Вы чего? Ну, домой, да, хотел начально проситься. Ну, там, перспективу обрисовать. Да вы просто не представляете, как много для меня значит эта работа. И Насте было бы лучше. Да там бы ей платили куда больше. Я еще раз повторяю. Где ты был с 7 до 8 утра? Да на тренинге я был. Кадровиков. С 7 утра до 7 вечера. Куча свидетелей. Вот список, проверяйте. Все, кто присутствовал. Настя Богачева провела весь день на заводе. Детективы приехали встречать ее к концу рабочего дня. Да, кстати, алиби Михаила Боброва подтвердилось. Он действительно был на тренинге. Ну, что мы теперь Насте скажем? Какую будем версию озвучивать? А с кем это, Настя? Давай без сценария, Настя, это начальник. Иди у машины жди. Как это вы сняли бронь с моего билета? Почему я узнаю это от секретаря? Настенька, ну ты не волнуйся. Ты мне очень нравишься. Я переживаю за тебя. А можно я сама за себя буду переживать? Я взрослый человек. Настя, ну тебе угрожают. Я же не могу допустить. Откуда? Вы знаете, что мне угрожает? Юля рассказала, а я ее дочь. А, ну понятно. С информацией у нас все хорошо. Настя, ну давай успокоимся. Я заказал столик в ресторане. Пойдем? Извините, пожалуйста, я не могу принять ваше приглашение. Настя, можно вас минуточку? Да, конечно. Значит так, сегодня я еду покупать билеты за свой счет, а завтра приду в бухгалтерию за компенсацией. Пожалуйста, предупредите их об этом. До свидания. Настя, появилась новая информация. Хотел с вами поделиться. Детектив рассказал Насте про менеджера по персоналу Боброва и его телефонные угрозы. Значит, мне еще кто-то угрожает? Ну скажите, пожалуйста, ну что не так в моей жизни? С этим мы разберемся. А из-за чего вы с начальником-то ругались? Да он пытается за меня принимать решение. Ну если он знает, что вам угрожает, почему не уволят вас, чтобы защитить? А он не может меня уволить. Потому что кадровое решение такого уровня принимает московское начальство. И именно оно приглашало меня на работу. Понятно. Зачем вам в Москву надо ехать? А я внесла некоторые предложения по оптимизации производства. И хочу презентовать их руководству. А вы одна поедете? Нет, с Григорием. Но презентация – это моя инициатива. Мне, кстати, нужно сейчас поехать и взять билеты взамен тех, что сдал Мельников. Скажите, а Соня на меня больше не набросится? Мне ничего не угрожает? Ну пока не совсем. Я вас провожу. До свидания. Алло, Ань, бери Мельникова под наблюдение и собери на него все, что можно. Давай. Ну что про Мельникова узнала? Мельников пять лет уже работает на заводе. Сначала был технологом, потом начальником производства. А полгода назад его сделали директором. Точнее, исполняющим обязанности. Ну да, видно, он специалист-то не очень, если за полгода его в директора не перевели. Ну, на таких предприятиях это быстро не делается. Тоже верно. Ну вот что интересно, что два месяца назад у него умерла сестра. Он долго ее лечил, собирал деньги в интернете, даже продал квартиру, чтобы увезти ее, лечить в Германию. Но и там ее не спасли. А ты откуда это узнала? А я нашла ее историю болезни на сайте благотворительной организации, куда обращался Мельников. Там есть все отчеты, сколько денег было собрано, сколько потрачено. И про квартиру тоже я там нашла эту информацию. Ну-ка, найди мне этот сайт. Хорошо. Я больше не могу. Мне правда, мне никакой работы больше не нужно. Я завтра заявление об уходе напишу. Я устала, я не железная. Настя, вы успокойтесь, не нервничайте. Все нормально. В конспиративной квартире детектив ожидал появления Григория Мельникова. Я хочу, чтобы вы пришли. Присаживайтесь. Просто никто не знает, что я здесь. Мне ключи от этой квартиры дали мои друзья. Они в Таиланд на несколько лет уехали. Я периодически прихожу сюда и почту из ящика вынимаю. Вот видите, она мне теперь и пригодилась. Настя. А может быть, имеет смысл обратиться в полицию? Да какая полиция? А кто меня будет защищать, пока они ищут? Да, верно, верно. Я бы, наверное, уволился от греха подальше. В смысле уволился? Просто я за несколько дней перед поездкой в Москву не выйду на работу. Ну, никто не знает же, что я здесь могу находиться. А потом мы с вами встретимся там, на моем выступлении перед руководством в Москве. Ты все-таки решила ехать в Москву? Ну, конечно, решила. А кто бы отказался от такого шанса? Просто мне на собеседовании по секрету сказали, что меня очень быстро повысят. Ну да. Конечно, конечно. Пиши заявление на уход. В смысле? В смысле? Пиши заявление на уход, мы здесь одним не терять нечего. Григорий, прекратите! Здесь камеры кругом. Не надо усугублять. Может, расскажете, Настя, зачем вы все это делали? Нет? Ну, тогда я. Настя, Григорию во что бы то ни стало, нужно было выжить вас с завода. Он прекрасно понимал, что если вы себя проявите, то вас назначены на его должность. А ему никак нельзя было уходить из начальников. Ну, конечно, Григорий Денисович. Деньги правят миром, да? Понимаете, Настя, вы не все знаете о своем шефе. Несколько месяцев назад от болезни умерла его сестра. Единственный его родной человек. Григорий Денисович, конечно, и помогал. Оплачивал лечение, квартиру, продал машину, но... Но это не помогло, к сожалению. Так вот, после ее смерти остались две девочки. Трех-пяти лет, и они сейчас в детском доме. Я вам соболезную. Да, действительно, все не очень радостно. Так вот, чтобы оформить опеку над девочками... После вашей презентации меня должны были уволить. Мне так и сказали, что если человек, которого возьмут проявить себя как толковый руководитель, меня уволят, а его назначат руководителем. А вы... Вы толковая, Настя. Вы ценный кадр. И я ничего не мог бы вам сделать. Это все от отчаяния. Настя уволилась и уехала искать другую работу в Москву. Григорий остался на заводе и оформляет опеку над племянницами. Соня Смагина была осуждена на два года условно. Канал и объединение телевизионных компаний представляют. Утром по дороге на работу детектив Игорь Лукин заметил возле одного из жилых домов знакомого следователя. Здорово, Петрович. Ты что, измокнешь-то? Или поджидаешь кого? Да есть. Жду кое-кого. А вот и вон. Молотков Геннадий Николаевич. Ну да, я. А в чем дело? Следователь Дремов. Ну? Вы должны проехать со мной. С какой-то статьей я должен ехать с вами. А вы подозреваетесь в причинении вреда здоровью гражданину Щетинину Кириллу Анатольевичу статья 112. Что вы несете? Я ничего не совершал. Так что до свидания. Я на работу опаздываю. И все-таки вы должны проехать со мной. Да пошли. Я вам что, сказал, что я занят? Понятно? Я сказал, вы должны проехать со мной. Понятно? Да пусти, Бонус. Да вы что, одурели что ли? Что я такого сделал-то? Вы человека покалечили. Понятно? Мужик, смотри, а? Без вины задерживает. Ну ничего, ничего. Я знаю, куда я обращусь. Так что еще... Ну вот, и обращайся к нему. К кому? Я частный детектив. Лукин Игорь Петрович. А? Игорь Петрович, тогда у меня только на вас одна надежда. Скажите, Роман Васильевич, вы действительно видели этого человека? Абсолютно. Именно его я видел, когда он ночью возле той машины возился. Да как ты мог меня видеть? Как ты мог меня видеть, когда я дома был? Дома, понимаешь, я никуда не выходил. Я не знаю, никуда не выходил. Но видите, что здесь творится? Вы свободны, гражданин Тулин. Вот, распишитесь вот здесь. Если что, я вас вызову. До свидания. Я же пальцем никого не тронул. Да это я уже понял. Андреич, давай поподробнее, что там случилось? На гражданина Щетинина, Кирилла Анатольевича, вашего соседа, между прочим, поставили капкан возле его автомобиля. Утром он вышел, чтобы завести автомобиль, и попался. Вот заявление Щетинина. Капкан? И что же, Щетинин наступил в этот капкан? Капкан был присыпан листвой. Послушайте, это не шутка. Человек получил серьезную травму. У Щетинина сложный перелом ноги и повреждены сухожилия. Да все это, Фелькина грамота. Я повторяю, я повторяю, что никого я не калечил, что я весь вечер дома был. Я с вечера вообще из дома никуда не выходил. Хватит драть глотку. Я так вижу, выгнанный Николаевич не желает сознаваться в содеянном. У меня вполне достаточно доказательств. Свидетель Тулин вас опознал. Интересно, а что этот Тулин делал во дворе ночью? С собачкой гулял. Говорит, съела что-то. Всю ночь спать не давала. Я выйду на минутку. Роман Васильевич, одну минуточку. Скажите, а почему вот ночью сразу в полицию не заявили? Да мне и в голову не могло прийти, что этот Молотков на людей капканы ставит. Ну а утром, когда узнал, что случилось, вспомнил. Извините, я тороплюсь. Да-да. Кирилл Анатольевич Щетинин, 80-го года рождения. Геннадий Николаевич Молотков, 78-го года рождения. И Роман Васильевич Тулин. Да-да, я поняла, что Тулин – ровесник Щетинину. Это все? Ладно, хорошо, сделаю. Угу. Да-да, был у меня конфликт с этим Щетининым, был. Но это ж не повод, чтобы на меня всех собак-то вешать. Согласно рапорту участкового, у вас имеется охотничий билет. Скажите, где вы храните охотничьи снаряжения? Ну, как где? Дома. Ружья и патроны в сейфе, как и положено. Можете проверить. А все остальное барахло в сарае, во дворе дома. А капкана у вас есть? Есть один. Я его тоже в сарае храню. Вот отлично. Сейчас мы съездим, посмотрим, на месте ли ваш капкан. Поехали. После осмотра сарая Молоткова у Лукина состоялся откровенный разговор с клиентом. Ну что, плохи мои дела, да? Только честно. Ну, если откровенно, хуже некуда. Нет, ну, все против вас. И капкана этого у вас сарая не оказалось. Хорошо еще, что отделались подпиской о невыезде. Могли бы и в СИЗО прокатиться. Это мама ваша? Да. Галина Андреевна. Не представляю, что с ней будет, когда она обо всем этом узнает. Я вам клянусь, чем угодно, но даже в мыслях не было на этого гада капкан ставить. Но все равно с этим Кириллом Щетининым Англик у вас был. Из-за чего? Из-за парковки. Ну, понимаете, у нас из соседей никто никогда не лез на чужое место. У меня тоже была своя территория. А тут два месяца назад я свой автомобиль продал. Короче, неделю без машины, а этот гаденыш мое место занял. Столбики, там, цепочку натянул с замком. Нет, ну, с его стороны, это, конечно, самоуправство. Но все равно, вы что, не могли этот конфликт миром разрешить как-то? Да как с ним договоришься-то? Он же участковому сразу на меня жалобу накатал. Он еще и жалобу накатал? Угу. За что? Ну, в общем, не сдержался я. Врезал ему по харе разок. Ну, разве это мужик? Нет, нет, я понимаю, что был неправ, конечно. Но достал, достал, понимаете, дальше некуда. Ну, хорошо, хорошо. Вы отдыхайте. Пойду я к этому Щетинину. Попробую с ним поговорить. Кирилл Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Кто вы, что вам нужно? Я частный детектив, позвольте. Я представляю интересы Геннадия Молоткова. Он уже себе и детектива нанял. Ну, подсуетился, нечего сказать. Только, знаете, я это дело так не оставлю. Сядет ваш Молотков, ясно вам? Ну, подождите. Ну, почему вы так уверены, что виноват во всем именно Молотков? Ну, надо же разобраться, объективно. Знаю я вас. Вам же на людей плевать. Кто платит, тот и прав, даже бандит. Ну, вот передергивать не стоит. Ну, какой Молотков бандит, а? А вы знаете, что я там у машины чуть кровью не истек? А если бы у меня не было сотового телефона, я не смог бы скорую вызвать? Да ваш Молотков не покалечить, а убить меня хотел. Осторожно. Черт. Не трогайте меня. И вообще покиньте мою квартиру. А своему Молоткову передайте, что мы с ним еще встретимся в суде. Поздоравливайте. После беседы с потерпевшим Игорь Петрович собирался отправиться в офис, но его ждала еще одна встреча. Да. А, вы простите? Я частный детектив. Моя фамилия Лукин. Я как раз и пытаюсь разобраться в том, что же произошло. Да-да-да, я знаю, мне Гена рассказала. Ну вот, как раз собираюсь к этому Щетинину. Хочу попросить, чтобы забрал заявление. Елена Андреевна, я только что от него бесполезно. Он ничего не хочет слышать. Ну, это надо же что-то делать. Гена ведь, ну, он ведь не такой. Он на такое не способен. Он может вспылить. Вы знаете, он даже подраться может. Ну, чтобы ночам на людей капкана ставить. Елена Андреевна, а вчера ночью вы ночевали дома? Нет, я уже два месяца у сестры живу. Она очень плохо себя чувствует. А ухаживать некому. Ну да, ну да. Плохой человек этот Щетинин. Ему же все мешают. В смысле? Ну, дети на площадке играют, кричат. Отдыхать мешают. Молодежь ночью тоже. Как что, он сразу в полицию звонит. Он, соседи ремонт затеяли. Ой, да ладно. Ему бы в лесу жить. Всем бы легче стало. Ну, я думаю, что дети и соседи вряд ли будут капканы ставить, а молодежь... Молодежь мы проверим. Кирилл Щетинин в буквальном смысле слова угодил в капкан, который кто-то поставил ночью возле его машины. В этом преступлении подозревается сосед Щетинина, Геннадий Молотков. Официальное следствие предполагает, что мотивом мог послужить конфликт между Молотковым и Щетининым из-за места на парковке. Детективы, которых нанял Молотков, активно ищут другие версии. Да, Лукин слушает. Алло, Петрович. Пришли результаты экспертизы. На капкане пальчики Молоткова. Теперь нет никаких сомнений в том, что это сделал он. Так что зря не парься. Я готовлю дело к передаче в суд. Знаешь что, Андреич, я бы тебе посоветовал Молоткову провести психиатрическую экспертизу. Потому что только полный идиот будет ставить капкан человеку, с которым у него конфликт. Понял? Жертвами криминального дуэта, промышлявшего в Новосибирске, становились исключительно владельцы дорогих загородных коттеджей. Преступление элитные грабители совершали... Всем привет! О, Игорь Петрович, долго же вас не было. Да уж. Да уж. Пришлось побегать. Что у нас? Игорь Петрович, я все узнала. Так, значит, Геннадий Николаевич Молотков. Владелец небольшой фирмы по продаже автозапчастей. Женой разведен. Конфликта с законом не имеет. Образование среднее. Кирилл Анатольевич Щетинин. Менеджер низшего звена в крупном международном концерне. Ни административки, ни уголовки. Отлично. А что с этим свидетелем Стулиным? Тоже пусто. Слушайте, дело-то пустяковое. Может быть, Молотков просто даст этому Щетинину денег, ну, в возмещении ущерба. Там такой правдоборец. Нет, боюсь, полюбовно с ним решить вопрос не получится. Ну, тогда надо искать настоящего преступника. Так мы этим и занимаемся. Слушай, Ань, может, с этим правдоборцем ты пообщаешься? Может, он с тобой по-другому будет разговаривать, а? Включить обаяние? Хорошо, я попробую. Егор, а ты позвони участковому, постарайся выяснить, что у него есть на трудных подростков, живущих недалеко от Молоткова. Ну, все, я побегал, теперь вы поработайте. Когда Аня приехала к Кириллу Щетинину, тот оказался дома не один. Здравствуйте. Здравствуйте. А вам кого? А мне бы Кирилла Анатольевича. Он дома? Кир, кто к тебе пришли? Кто там, Ларис? Здравствуйте, Кирилл Анатольевич. Меня зовут Аня, я помощница частного детектива. Что вам еще нужно? Да мне ничего, я просто хотела поговорить. Вы же понимаете, что любой конфликт можно решить мирно? Нельзя. Нельзя ничего мирно решать. И вообще, я не собираюсь больше разговаривать на эту тему. Они хотят, чтобы я забрал заявление из полиции. Девушка, да вы что себе позволяете? Как вы могли подумать, просить Киру это сделать? Он же так мучается. Кира, даже не думай соглашаться на такое. Послушайте, я прекрасно все понимаю. Вы пережили огромный стресс. Но, тем не менее, ваша нога уже заживает. Может быть, не стоит... Ну, послушайте, может быть, не стоит портить жизнь Молоткову? Вы подумайте. Ну, а если вдруг завтра Молотков еще какую-нибудь гадость придумает? Пусть он лучше в тюрьме сидит. Я полностью согласен с Ларисой. И вообще не нужно больше к нам ходить и упрашивать меня. Ничего у вас не получится. Ладно, хорошо. Извините, пожалуйста. Алло, Игорь Петрович. Но наш с вами план с грохотом провалился. Дело в том, что Щетинин был не один. Он был с подругой. И на нее мое обаяние явно не произвело никакого впечатления. Что? Зайти к Молоткову? Ну, ладно, хорошо. Надеюсь, он на людей не бросается. Решили отвлечься? Заняться домашними делами? Да, кран подтекал. Да тут еще засор. Май давно просила меня починить. Да все как-то времени не было. А теперь, если посадят, так и вообще помочь некому будет. И все-таки давайте вместе подумаем, кто так мог отомстить Щетинину. У него вроде как с владельцами собак были какие-то трения. Были, но мстить-то ему особо некому с этой стороны. У нас всех собачников. Только две старушки-пенсионерки. Дедок старый, да? Девчонка-восьмиклассница. Ну ладно, собачников оставим в покое. А трудные подростки? Может, там шпана какая-нибудь? Ну, эти могли. У нас во дворе в последнее время пацаны совсем распоясались. Понятно. А вот это уже интересно. Ну, в общем, кроме этих подростков, больше никаких зацепок нет. Да, кстати, Егор, участковый что-нибудь выяснил про подростков? Да, участковый сказал, что в одном подъезде с Молотковым живет пацан 17 лет, который держит в руках всю местную шпану. Зовут его Федор Рябушкин, и он с пятого класса состоит на учете в полиции. Вот его фотография. Да, вот это лицо. И вы что, думаете, он станет с нами разговаривать? Ну, попробую. Игорь Петрович заметил во дворе подростка, в котором узнал Федора Рябушкина. Федор, погоди, погоди. Ведь ты же Федор. Ну, Федор, что тебе надо? Так давай познакомимся. Моя фамилия Лукин, я частный детектив. Хотел с тобой поговорить о том, что у вас во дворе происходит. Ну, и что у нас во дворе происходит? Так вас капканы на людей ставят. Ну, а я тут при чем? Я что и капканы ставлю? Ну, а что тогда испугался? Ничего я не испугался. Слышь, мужик, иди по-хорошему отсюда. Сейчас пацанов свистну реально. Значит, про капкан тебе известно. Чего ты докопался со своими капканами? Ничего мне не известно. Если бы даже было известно, я бы тебе не сказал. Ну, все, короче, я пошел. Ну, давай-давай, Федор. До скорой встречи. Алло, Егор. Ну, в общем-то, Тряпушкин со мной разговаривать отказался. Так что устанавливай за ним наблюдение. Хорошо. Да, все сделаю. Да, он ведет ночной образ жизни. Так вот, я должен знать, что он по ночам себя во дворе делает. Так что звони мне в любое время. Давай. Понял. Ну что, есть новости? Да пока нет, но, похоже, сегодня ночью мне спать не придется. Однако ночи ждать не пришлось. Егор позвонил Игорю Петровичу гораздо раньше. Ну, похоже, наш парень кое-что задумал. И где он? На стоянке рядом с домом Щетинина. Возле его машины трется. Ну, пойдем. Здравствуй, Федя. Что надо? Ну, взяли тебя, можно сказать, по личному. Ну, так что, пойдем-ка поговорим. Ну, скажи, зачем ты хотел проколоть колеса Щетинину? Чем он тебе помешал? Да ничего я не хотел, я мимо шел просто. А, значит, ты думаешь, что ты умный, да? Ну, смотри, условный срок у тебя уже есть. Хочешь, чтобы был реальный? Хорошо. Поедем в полицию. Нет, давайте мы в полицию не поедем. Хорошо, спрашивайте, что хотите от меня. Повторяю свой вопрос. Чем тебе помешал Щетинин? Да урод этот ваш Щетинин. Пацана нашего ментам слил. Так. Нет, я, конечно, Феню понимаю. Ну, хотелось бы услышать нормальный русский язык. Ну, хорошо, окей. Ну, короче, Щетинин постоянно к нам докапывался. То мы пиво пьем, то мы громко музыку слушаем. Ну, мы его послали, он ментов вызвал. Ну, приехали менты и забрали вот этого моего друга, потому что у него был с собой ворованный телефон. Где-то дня три назад это было. И вы решили за друга отомстить и поставить на Щетинина капкан, да? Не ставил я капкан, я говорю, не ставил я капкан. Я в ту ночь хотел колеса ему проколоть. Вертелся какой-то мужик, я не стал ничего колоть. А сейчас зачем собрался Щетинину колеса колоть? Решил, что все спишет на твоего соседа, да? Да, у нас все говорят, что все он закроет. А это мы еще посмотрим. Так, а в ту ночь что за мужик крутился там вокруг машины? Было темно, я, честно говоря, не разглядел. Врет. Надо полицию вызывать. Согласен. Или нет, или поступим по-другому. В полицию мы не поедем. И даже отпустим тебя. Но ты будешь мне должен. Сделаешь все, что я скажу. Идет? Ну, хорошо, да. На Геннадия Молоткова пало подозрение в нанесении телесных повреждений соседу Кириллу Щетинину. Поводом мог послужить спор между ними из-за места для парковки. Кроме того, следствие опирается на показания очевидца Романа Тулина. Однако детективам удается найти свидетельства, которые заставляют взглянуть на это дело под другим углом. Ну, допустим, Рябушкин действительно кого-то видел. Но опознать-то он его не сможет. Ну, да. Он утверждает, что очень темно было. Ну, вообще-то как странно получается. Почему Тулин? Разглядел и легко опознал Молоткова, а Рябушкин нет. Да, действительно, здесь что-то нечистое. Я думаю, надо вплотную заняться этим Тулиным. Ну, а что, Егор? Ты прав. По заданию Лукина Аня приехала на квартиру к Роману Тулину. Мать-то у него рано умерла, а я его воспитала. Так что он мне все равно, что сын. А как вы с ним уживаетесь? Да, отлично уживаемся. Ромочка очень положительный молодой человек. Тихий, вежливый, не пьющий. Что, прям совсем не пьет? Ни капли, да. Правда, был тут один случай, но там повод был. А что за случай? Серьезный? Ой, сейчас. Вот девушка его бросила. Сейчас. Вот, Лариса. Ромочка на ней жениться хотел, а она нашла какого-то хахаля. Ну, сами понимаете. Да. Я вижу, вы тоже переживаете. Хорошая хоть девушка-то была. Да какой хорошая? Я ее никогда не любила. Ой, ну как не переживать? Парня ведь жалко. Ну, конечно, жалко. А давно они расстались? Да недавно. Ну, он сейчас уже вроде успокоился. Нужно фотографию эту выбросить, а то Неравен сейчас наткнется на нее и опять будет переживать. А давайте я выброшу. Да, пожалуйста. Это Лариса. Девушка Щетинина. Это она меня чуть взглядом не испепелила. Ну, все ясно. Щетинин отбил девушку у Тулина. И тут решил ему отомстить, поставил капкан. И подстроил все так, как будто это сделал Молотков. Надо звонить следователю. Ну, следователю этого мало. Ну, во-первых, Тулин от всего откажется. А во-вторых, вы не забывайте, что капкан принадлежит Молоткову, и на нем есть пальчики. А эта улика перетянет все остальные. Надо как-нибудь попробовать разговаривать с этого Тулина. Есть у меня одна идея. Съезжу-ка я к этому Федору Рябушкину. У меня для него есть интересное задание. Час спустя Федор Рябушкин, следуя инструкциям Лукина, встретился с Романом Тулиным. Видел я тебя, короче, в ту ночь. В какую ночь? Я-то не понимаю ничего. Не понимаешь? Ну как, было полвторого ночи, ты крутился у нас во дворе. Вокруг машина Щетинина. Поставил капкан, присыпал листьями. Ну, ушел, а я сидел рядом, курил, все видел. Ерунда какая-то. Ну, так я с этой ерундой к ментам могу пойти. А то капкан ставил ты, а прессуют Молоткова. Что ты хочешь? Ну, деньги мне нужны. Полтос, не меньше. Ладно. Да, вечером. Восемь часов идет? Окей, идет, да. Окей. Все записал я все, короче. Вот, держите. Ну, записал, и молодец. Теперь осталось у Тулина деньги получить. Справишься? Да, сделаю, конечно. Ну, давай. А я пока следователю позвоню. Окей. Пока. Вечером во дворе дома Романа Тулина была устроена засада. На, плачу я один раз. Надеюсь, больше тебя никогда не увижу. Ты меня понял? Ну, можешь не сомневаться. Приготовились. Ты учитывать будешь? Ну, конечно. Стоять! Тихо, 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 тихо сказал. Вы задерживаетесь по подозрению в причинении вреда здоровью человеку и даче ложных показаний. Сейчас мы проследуем в управлении, вы нам там все расскажете. И вы здесь? Я ничего говорить не буду. Ну, тем хуже для вас. За мной. Роман Васильевич, еще не поздно во всем сознаться, и я смогу вам записать это как явку с повинной. В чем вы хотите, чтобы я сознался? Вы передали Федору Рябушкину 50 тысяч. За что? Я был ему должен. У меня имеется диктофонная запись вашего с ним разговора. Рябушкин сказал, что видел вас, как вы ставили капкан у машины Щетинина. И вы принесли ему деньги за то, чтобы об этом никто не узнал. Хотите послушать? Не хочу. А почему вы не задержали этого Рябушкина? Он же меня шантажировал. Разве это не противозаконно? В данном случае он помогал следствию. И у нас к нему претензий нет. А вот к вам. К вам будут. Роман Васильевич, ну это даже как-то не по-мужски. Ну я понимаю, Щетинин увел вас в девушку. Вы решили ему отомстить. Но Молоткова-то зачем топить? За что? Ладно. Расскажу. Я действительно хотел отомстить. Не мог простить Щетинину Ларису. Она в открытую говорила, что я ни в какое сравнение рядом с ним не иду. Вот я и хотел доказать, что способен на поступок. Вы следили за Щетининым и были в курсе его скандалов с Молотковым? Да весь двор был в курсе. Каким образом капкан, который хранился в сарае у Молоткова, оказался у вас? Это было неделю назад. Когда Молотков возился под машиной, я украл у него из сарая капкан. Он стоял открытым. А дальше вы все знаете. Понятно? Вот вам бумага, ручка. Пишите все подробно. С учетом чистосердечного признания Роману Тулину было определено наказание в виде штрафа. Щетинин женился на Ларисе и переехал в другую квартиру, после чего весь двор вздохнул с облегчением. Канал и объединение телевизионных компаний представляют. Детектив Лукин возвращался с деловой встречи к себе в офис и стал свидетелем необычного уличного происшествия. Стой! Держи! Гад! Гад! Убью! Видели? Он туда побежал! Туда! Да видел, видел. А что толку? Его уж не догнать. Вы сами-то как, целы? Что? Что? Это кислота, да? Стой! Со мной все в порядке? Да уберите руки-то от лица. Да нет, это не кислота, это... Краска, что ли, какая-то. Вы кому же так насолили-то, а? Ты меня достал, гаденыш! Просто прохода от него нет. Холодно, елки! Как же я в таком виде-то поеду? Может, подвезете меня на Ивлево? Да уж, действительно, куда вы в таком виде? Подвезу, конечно, только сначала мне нужно в офис заскочить. Здесь недалеко. Садитесь. Ага, спасибо. А, цветы. Ну, теперь это уже не букет, так, мусор. Мусор? Моя полнедельная зарплата. Мусор. Ну, садитесь уже. Меня Илья зовут. Колыванов. Меня Игорь Петрович. Так, сейчас я тебе салфеточку дам. Вытришься. Что с тобой происходит-то? Ты этих двоих раньше видел? Один-то прям совсем пацан. Ты в том-то и дело, что нет. А этот второй, он же мне проходу не дает. Сегодня опять свидание сорвал. А свидание, так понимаю, романтическое. Ага. С невестой, с Катей. Этого второго кто-то нанял. Каждый раз, как только я с Катей соберусь встретиться, он же как черт из коробочки возникает. То одно, то другое. Посадить его надо. Ну что, поехали. По дороге в офис Илья Колыванов узнал, что Игорь Петрович – частный детектив. И попросил разобраться, кто мешает его встречам с невестой Катей. Да это, похоже, краска. Просто так не оттереть, в химчистку нужно. А это дорого будет стоить, не знаете? Ну, когда как. Иногда проще новый костюм купить. Просто слов нет. Это же гады. Значит, вы думаете, что мальчишка этих кто-то нанял? А вы бы на моем месте что подумали? Я за Катей больше года ухаживаю. И только неделю назад уговорил, вот просто на коленях умолил, чтобы она согласила за меня замуж выйти. И как только она согласилась… Катюш, ты готова? Я уже выезжаю. Через полчаса у тебя. Угу. Вы кто? Служба доставки. Вам сюрприз в магазине подарков. Спасибо, до свидания. Ну, Катя. Да вы еще легко отделались. Ну, разве можно так запросто открывать коробки, которые принес неизвестно кто? Да, кстати, мальчишка был тот же самый. Да, а вчера… Катюш, я уже вышел. Ага. Встречаемся на нашем месте. Целую. А, это ты, гаденыш? Да я тебя сейчас… А сегодня вы сами видели. Это у пацана кто-то нанял. Это же понятно. Ну, а кто? Сами-то как думаете? Да знал бы, своими руками удавил бы. Хотя, Катя, она же замужем была. Ну, года три как разведена. Вот. Ну, мало ли что, может, это муж ее бывший мстит? Может. Сейчас. Может. Ладно, мы разберемся. Вы мне адрес Кати напишите и свои телефончики оставьте. Включаю рабочий. Нате. У Кати фамилия Игнашова, по первому мужу. Надеюсь, скоро станет Колыванова. Я на вас очень надеюсь. Да-да, вы меня возле машины подождите, я вас сейчас подвезу. Угу. До свидания. До свидания. Да, прям не клиент, а 33 несчастья. Ну, вот и будем устранять все 33. Егор, ты клиента бери под плотное наблюдение, завтра, прямо с самого утра. Угу. А я буду все узнавать про бывшего мужа этой Кати. Молодец, на лету схватываешь, а я самой Кате поговорю. Ну, а сейчас все, а завтра в бой. На следующий день Лукин приехал к Екатерине Игнашовой, чтобы выяснить, кто мог чинить препятствия ее свиданием с Ильей Колывановым. В детективное агентство обратился Илья Колыванов. С тех пор, как он сделал предложение любимой девушки Кати и получил ее согласие, его стали преследовать неизвестные подростки и устраивать ему различные хулиганские провокации. Илья попросил выяснить личность хулиганов и того, кто их нанял. Детективы предположили, что заказчиком мог быть бывший муж Кати Стас. Покушение на Илюшу, да что вы говорите? Что? С ним опять что-то произошло? О, Господи! Да что за человек? Сколько можно-то? Бабуль! Бабушка опять? Бабуль! Подожди, сейчас я кроволом накапаю. Нет-нет, это просто давление у меня. Женечка, пожалуйста, позови его. Он дома. Дома-дома. Им с Катей на вторую смену сейчас. Это моя младшая сестра. Она за соседом пошла. Он у нас врач. Мы вместе работаем. Бабуль, ну ты чего? Да ничего, ничего. Просто я волнуюсь за тебя, за твое будущее. Ну что это за жених такой? Даже за себя постоять не может. Да это я виновата. Сама напугалась, тебя напугала. А на самом деле ничего страшного не произошло. Вы совершенно напрасно так разволновались. И потом, я же не говорил слово покушение. Здравствуйте. Ну, Нелосифовна, давайте-ка пересядем на диванчик. Давление с вами померяем, лекарства примем и успокоимся. Катенька, сядь рядом со мной. Я просто хотел спросить. Может, вы знаете кого-нибудь, кто ненавидит Илью и не хочет, чтобы вы с ним встречались? Да никто. Нет мне никакого тайного поклонника. Ерунда какая-то. Давайте не будем мешать, выйдем на кухню, переговорим. Я вообще не знаю, если честно, кто мог так зло пошутиться над Ильей. Врагов у него нету. Да и он безобидный, даже беспомощный иногда. Мне его жалко бывает. Жалко. Но ведь он же у вас жених. Катя, а если не ему, а вам потребуется помощь, сможет он вас защитить? Нет, вы меня извините, конечно. Просто я хочу понять, что он за человек. Да, я и сама могу за себя постоять. Как-никак в системе МЧС работаю. А Илья, мне достаточно того, что он меня любит. Знаете, женщины иногда бывает и этого достаточно. Особенно, когда за спиной три года неудачного брака. Понятно. Значит, работаете в системе МЧС. Врачом, как ваш сосед? В МЧС, но Андрей врач, а я кинолог. А в какой системе ваш бывший муж работает? Стас? Он дальнобойщик. Но он тут тоже ни при чем, уверяю вас. Мы с ним уже давно чужие люди. Ну что ж, спасибо за информацию. И мы вам совет. Будьте осторожны. Бывает, что злые шутки иногда перерастают в большие трагедии. Бывает, но я не боюсь. Наташа, что-нибудь выяснила о бывшем мужикате? Есть смысл им заниматься? Ну, у Стаса Игнашова алиби. Он дальнобойщиком работает и уже третью неделю в рейсе. А нападения на клиента начались всего неделю назад. Но это ничего не значит. Парни хулиган, он мог нанять заранее. Ну или поручить кому-нибудь. Вот, я тоже так подумала. И поэтому я нашла его пассию в соцсетях. И сейчас иду к ней на работу, попробую ее разговаривать. Ну, молодец. Хорошо, будь на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Алла Глушенко, я к вам записывалась на 11.15. Да, да, да. Давайте посмотрим ваши ручки. Ага. Вы знаете, мне вас очень рекомендовали. Сказали, что вы отличный мастер. Да, приятно. Хотя, вы знаете, я совершенно недавно выучилась. А кто вам про меня сказал? Катя Игнашова. Знаете ее? Кто? Катя Игнашова. Она вас очень хвалила. Пошла вон отсюда, дрянь такая. Да вы что, как это пошла вон? Я сказала, пошла вон отсюда, шпионка. И Катьке своей скажи, встречу убью. Мало того, что она моего мужика, своего бывшего мужа, в покое оставить не может. Так еще и теперь подружек сюда присылает, чтобы они на мной издевались. Дрянь какая. Да, честное слово, вы ошибаетесь. Катя никакая не дрянь, я никакая не шпионка, никто меня не поцелал. Вы ошибаетесь. Катюш, спускайся. Я с цветами пришел, которые вчера не донес. Ага, жду. Господи! Я действую по поручению детектива Лукина. Так что с Катей Игнашовой я даже не знакома. Но кто-то пакостит ее жениху. И мы проверяем всех, понимаете? Господи, да зачем бы я встала? Я ведь сплю и вижу, когда эта Катька замуж выйдет. Вас так заботит ее личное счастье? Да чихала я на ее счастье. Меня свое счастье волнует. А его все нет и нет. Он, Стас, второй год уже голову морочит. В гости ходит. Ночевать остается. А замуж? Замуж не зовет. А мне 27 скоро. Я уже и ребеночка хочу. Понимаю, но при чем здесь Катя? Может и не при чем. А может и при чем. Игорь Петрович, на нашу клиента снова покушались. На этот раз из окна подъезда его невесты. Все, буду через пять минут. Жди на месте. Понял. Понял. Пореда. Попался, паршивец, а? Попался, теперь не уйдешь. Пустите, да вы не так поняли, я свой. Я вижу, какой ты свой, вредитель. Так, так, парень, парень, отпусти его, это мой сотрудник. А он у меня что? Правда свой, что ли? А я смотрю, трется около Катиной двери. А что за шум, что случилось? Где Катя вообще? С ней все в порядке? Сейчас выясним. Вот, выпейте это. Хорошо помогает от истерики. Думаете, на меня подействует? Ну, раз нам женщинам они помогают, то есть вас, Илья, наверняка мужчину сделают. Ой, Андрюшенька, деточка моя. Наконец-то. Здравствуйте, Анна Васильевна. А что случилось? Меня хотели убить, меня стреляли. Да успокойтесь вы, ну что вы нервничаете, успокойтесь. Сейчас он вас откачает. Так, кричите, у меня от вас голова болит. Палата номер шесть. Давайте руку, пульс пощупаю. Андрей, да, все нормально, извините. Просто кто-то над нами решил очень глупо пошутить. Ясно, что ничего не ясно. Тонометр сейчас возьму и лекарство. Потерпите? Ай! Что случилось-то? Андрей, вы целы? Да вроде цел. Только вышел, сразу в ловушку попался, как последний дурак, а? Видимо, кто-то с площадки взял и подвесил прямо над вашей дверью. Вы знаете, Катя, я к вам отношусь с большой... с большим уважением, но если мне попадется этот шутник, который все это устроил, я ему голыми руками уши оторву. Ну зачем же голыми руками? Если он попадется, вы мне стукнете в дверь, я вам ножницы вынесу. Хорошо. Наташ, я тебе говорю, во всем виноват Андрей, но сама по сути, он живет с Катей на одной площадке, ему проще всего петарду в окно кинуть. Да, но зачем ему это? Вот ты мне объясни, зачем? Да он к ней неровно дышит, но это же видно невооруженным глазом. Вот он и вставляет Илье палки в колеса. Ну хорошо, предположим. А что, в эту ловушку перед дверью он сам себя загнал, да? Из этих палок и ведер? Да легко, во-первых, для того, чтобы отвести подозрения, ну а во-вторых, чтобы вызвать жалость Кате к себе. Ой, если бы да кабы, во-первых, во-вторых, это все доказать надо. Тоже мне помощник детектива. Так, брейк, я устал вас слушать. На самом случае, Егор прав в одном. Андрей действительно влюблен в Катю. А вот хорошо это или плохо? Имеет ли это вообще значение в нашей истории? Будем разбираться. В общем, ясно одно, нужно продолжать наблюдение за домом Кати. Поэтому, Наташа, ты с улицы, а ты с подъезда. А я буду другую версию проверять, свою. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опять вы? Что еще случилось? Да все в порядке, Нонна Иосифовна. Если позволите, пару вопросов. Ну, проходите, проходите. Шаль только накину. Чтобы проверить свою версию, Лукин установил в квартире Игнашовых скрытую камеру. А почему вы решили, что с ним непременно должно что-то произойти? Да мы к этому привыкли. И я, и Женька, и Катя. Он даже в обморок стал хлопаться, как барышня. Клиент ваш. Знаете ли, вот такая череда несчастье из кого угодно сделает неврастейника. Это у него-то несчастье. Вот у соседа нашего, Андрушева, вот это несчастье. У него жена рано умерла. Потом воевал в горячей точке. Был ранен. Год по госпитрям. А сейчас влюбился. Влюбился, а она... А кто она, Катя? Ой, я не знаю, я ничего не знаю. Ой, у меня сердце прихватило. Мне надо лекарство выпить. Идите. Может, скорую? Нет, нет, идите. Детектив Игорь Лукин взялся выяснить, кто именно мешает Илье Колыванову ухаживать за его невестой Катей. Под подозрение попали сразу несколько человек. Бабушка Кати, который явно не по вкусу Илья, сосед и сослуживец Кати Андрей, а также девушка бывшего мужа Кати Алла. Но кто из них окажется истинным виновником свалившихся на Илью несчастий? Вот это женщина! Незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица – это 139-я статья Уголовного кодекса. До трех лет, между прочим. Да нет, вы все не так поняли. Нет, не надо, не трогайте. Это все заговоренное. На порчу. Ну, это все для Катики. Эй, фраер! Гони монеты! Что, простите? Хруст и гони, урод! И бабе своей скажи, чтоб таски сушейсы мало! Ты что? Не понял? Эй, стоп, друг, стоп! Стоп, ну-ка, иди сюда! Иди сюда! Стой! Хулиганы, да? Достали. Угу. Все нормально? Да. Ушел, черт. Нож он только обронил. А нож-то барахло таким, только капусту шинковать. Он нас чуть не зарезал. Так, руками не трогать. А вы-то здесь откуда взялись? А я ваш ангел-хранитель. Гораздо интереснее, откуда вы здесь взялись, Андрей. А я... Я этот тоже хранитель. Мне письмо подсунули, что сегодня на вас будет покушение. Вот, под дверь. Позвольте, эта улика, могут быть отпечатки пальцев. Конечно. Кать, тебя проводить? Давай уж лучше я тебя провожу. А ты на улице так опасно. Подождите, ребят, давайте я вас обоих провожу. А давай. Давай мы его вместе проводим. Игорь Петрович, я собрал все улики, буду снимать отпечатки пальцев. Да, и вот с этого тоже. Ну хорошо, снимайте. Я вам сейчас еще пальчики принесу. Опять вы? Опять что-то случилось? Ой, что с вами, сердце? Да. Ой, ой. Так и сердце с другой стороны. Так отдает. Ну, ну, Иосифовна, прекратите ломать комедию. Я же вам не враг, в конце концов. Зачем вы все это устроили? Вам не нравится Илья, да? Вы считаете, что он неподходящая пара для Кати, да? А вы еще не поняли? Он вообще ничто. Ни рыба, ни мясо, ни овощи. Жень, покажи, что ты там вышиваешь. Не смотрите на меня так. Жень, ведь это же ты все устроила. Ты единственный, кто подпадает под все приметы. Нет, конечно, бабушка твоя старалась, как могла, разлучить Илью и Катю. Но куда уж ей загримироваться под мальчишку-то? Нет, я, конечно, могу сравнить отпечатки пальцев с этих пялиц с теми, что на наших уликах. Да плевать. Да это я. Я и что? Я же Катьке только добра хотела. Девочка моя, да ты совсем взрослая. Этот Илья, он гадина. Он приставал ко мне своими подными руками. А что ж ты мне раньше не сказала? Я бы тогда его... Тогда бы вы не стали притворяться. Да. Я просто хотела, чтобы Катя обратила внимание на Андрюшу. Он такой хороший. И так ее любит. А она... Нет, ну, Женька-то какова? А, Женька? А эту ловушку на лестнице ты зачем устроила? Да я же не знала, что Андрей первый выйдет. Я думаю, Илья. А ну, со своим сообщником меня познакомишь? Познакомлю. Только он мне не сообщник. Он мой друг, понимаете? Так что, дорогие мои малолетки, возможно, было бы легко привлечь к ответственности за мелкое хулиганство. Но, поскольку все обошлось, ограничимся тем, что с этого момента вы свои фокусы прекращаете. Договорились? Договорились, договорились. Скажите, а частным детективам очень сложно стать? Сложно, сложно. Ну-ка, бегом, бегом. Заметив вдалеке машину Андрея, подвозившего Катю после работы, Игорь Петрович решил понаблюдать за молодыми людьми издалека и с радостью отметил, что Катя наконец-то обратила внимание на влюбленного в нее соседа. Игорь Петрович, Наташ, нас на свадьбу пригласили. На свадьбу кого? Ну как, Катя и Андрея. О, 33 несчастья закончились, началось сплошное счастье. Ну, это еще видно будет. Когда? Через 33 года. Через два года, закончив школу, Женя поступила на юридический факультет университета. К тому времени Нонну Иосифовну уже целиком поглотила заботу о внуках-близнецах, которые родились у Андрея и Кати. Игорь Петрович, Наташ, открой, или я сейчас вышибу дверь. Оставь меня в покое, ты сумасшедший. Я просто хочу, чтобы во всем был порядок. Если твоя мать не приучила тебя к порядку, это приходится делать мне. Оставь в покое мою мать и меня. Дай собрать мне вещи. Я давно не твоя жена, мы в разводе. Никуда ты от меня не денешься. Потому что тоже любишь меня. Я уеду от тебя в другой город, чтобы ты меня не найдешь. Говорила мне мама. Только попробуй спрятаться, и твоя мама пожалеет обо всем, что тебе говорила. Здравствуйте. Михаил Сомов. Здравствуйте. Меня Алексея зовут. Что случилось? Мне очень нужна ваша помощь. Ситуация тупиковая, я не знаю, что делать. Проходите. Присаживайтесь. В общем, убита моя девушка Ирина. В полиции сказали, что все улики против меня. Взяли пока подписку о невыезде, но я не собираюсь никуда уезжать. Найдите убийцу, помогите мне. Так, давайте по порядку. Каким образом убили вашу девушку, и почему подозревают именно вас? В общем, вчера вечером я к ней приехал. Дверь была не закрыта. Я вошел, позвал Ирину, мне никто не ответил. Ира! Ир, ты... Ира? Ира? Ее тело было еще теплым, но она была мертва. Если бы я не потратил время в цветочном магазине и пришел раньше, я бы успел ее спасти. Алло. Алло, полиция? Мою девушку убили. Пишите адрес. Да. Стоять, полиция! Это не я. Вы чего? Это не я. Руки за голову. Руки за голову. Откуда они там взялись так быстро? Кто их успел предупредить, я понятия не имею. В общем, меня всю ночь и полдня допрашивали в полиции. Но я на самом деле не знаю, кто мог убить Ирину. Так, а вас почему подозревают? Соседка Ирины сказала, что это я ее убил из ревности, узнав, что она с кем-то другим встречается. Ну, просто бред какой-то, понимаете? Ну, слова соседки это не доказательство. На ноже, к которому убили Ирину, нашли мои отпечатки. Ого. Это серьезно. Я накануне был у Ирины. Мы поужинали, я помыл посуду. Ирина была хороший веб-дизайнер, и ей нужно было закончить срочную работу. И я решил помочь ей по хозяйству. То есть, вы не жили вместе? Нет, к сожалению. Я любил Ирину и хотел на ней жениться. Но она все время отказывалась под разными предлогами. Например, что она замужем за свои работы, или что мы мало друг друга знаем. Но разве год это мало? По-моему, вполне достаточно. Ирина была очень замкнутой, так и не познакомила меня со своими друзьями и родственниками. И вообще собиралась уехать из нашего города. Понятно. А кто идет это дело? следователь Казаков Леонид Сергеевич. Ясно. Давайте так, мы попробуем разобраться. Вы оставьте свои координаты и будем на связи. Как ваша фамилия? Сомов Михаил. Так. Приветствую. День добрый, Алексей Викторович. Я так понимаю, это ко мне по делу Ирины Сарычевой? Но ты же не против? Да нет, конечно, работай. Может, мне поможешь. У меня дел не в проворот. Тогда скажи, пожалуйста, а что есть против Сомова, но помимо отпечатков пальцев и показаний соседки? Ну, на ножи отпечатки пальцев. Сомова, Сарычевой и еще какие-то трети, но не смазанные. Наверное, это те отпечатки пальцев, которые мы нашли в квартире жертвы. Ну, в базе их нет. Можно протокол посмотреть? Да смотри, конечно. Еще одна просьба. Ты можешь мне на почту скинуть фотографии с места происшествия? Не вопрос. Тем временем, выполняя задание детектива Насонова, Наташа пришла к соседке убитой Лидии. Да я вас надолго не задержу. Расскажите, это вы вызвали полицию? Я? А что оставалось делать? Не самой же идти их разнимать. Попала бы под раздачу. Так что ж, получается, что Михаил кричал на Ирину? Как-то не верится. Да смиртоубийство у них там творилось. Минут двадцать. Мебель, что ли, они бросали друг в друга. Грохот такой стоял. Я бы и сама не подумала на этого парня. Такой тихий, интеллигентный, с цветочками все время ходил. Ну, так может быть, это и не Сомов убил? А кто? Все они тихие поначалу. Да. Мой тоже, вон, бывший, до свадьбы, все трезвенником прикидывался. А вообще, надо сказать, я этого парня не осуждаю. На его месте любой бы Ирке настучал по роже. Почему это? А нечего при живом мужике второго хахаля заводить. Я так думаю. Вот он и осерчал. Ну, что ж он так осерчал, что убил. Ну, и потом, откуда вы знаете про этого второго хахаля? Своими глазами видела. Ирка только из квартиры на работу вышла, а он тут, как тут, подхватил ее под руку и в углу зажал. Так, а она? А она что, отбрыкиваться стала? Я ведь все вижу. Ну, я-то на это безобразие смотреть не стала, сразу на рынок ушла. Ну, а больше вы его не видели? Может, это ее бывший? Скажешь тоже. Он ее вон сколько раз поджидал и в машину сажал. А не хотела бы, не садилась. Я так думаю. От людей-то ничего не скроешь. А как он выглядел? Ну, рожа такая наглая, волосы черные, глаза злые. Правда, одет хорошо. Ой, ну, извини, мне на почту пора. У меня сегодня пенсия. А, да, конечно. Я пойду. Спасибо большое. Давай. Я пообщалась с соседкой Ириной, Лидией, которая вызвала полицию. Ну, так вот, она сказала, что у Ирины был второй ухажер. Темноволосый, но толком описать его не смогла. Так, значит, что мы имеем по делу? Смерть Ирины наступила в период между 19 и 19 часами, 20 минутами. Наряд полиции приехал через 13 минут после того, как его вызвала соседка Ирина. А вызвала она его, судя по материалам дела, в 19.03. Да, по словам соседки, ссоры и крики в квартире Ирины продолжались примерно минут 20. Ну, помимо того, что на ноже, по всей квартире есть отпечатки пальцев в Сомово, что, в общем-то, неудивительно. Но в квартире и на ноже в том числе есть еще отпечатки пальцев неустановленного лица. Возможно, это и есть тот самый любовник Ирины. Его надо устанавливать. Что мы вообще знаем о погибшей? Так, Ирина Георгиевна Сарычева, 82-го года рождения, не замужем. Зарегистрирована в социальных сетях, но в последний раз была там примерно год назад. Закончила финансовую академию, специальность бухучет и аудит. Вот. До переезда в наш город работала бухгалтером в ферме в Макошанске. Ну и год назад уволилась. Бухгалтером? А клиент говорил, что она веб-дизайном занимается. Да, действительно странно. Что ж, она за год профессию сменила? Похоже на то. Так, ладно, я съезжу в Макошанск, поговорю с ее бывшими коллегами по работе. Как-то странно все это. И почему она уехала из своего города? Родственники у нее есть? Родители умерли, но есть брат двоюродный живет в Владивостоке. Ладно, этим пусть занимается полиция. А ты тогда поезжай на ее место работы, выясни там все подробности и узнай, никто там особо к ней не приставал. Хорошо. В детективное агентство обратился Михаил Сомов. Убита его любимая девушка Ирина Сарычева. Полиция подозревает самого Михаила в убийстве на почве ревности. Против него свидетельствуют отпечатки пальцев в квартире Ирины, а также и на ноже, которым зарезали жертву. Соседка убитой рассказала, что слышала громкую ссору в квартире Ирины и вызвала полицию. Детективов насторожил тот факт, что Сарычева вела замкнутый образ жизни. Михаила она ни с кем не знакомила. Более того, она резко сменила профиль деятельности с финансиста на веб-дизайнера и очень хотела уехать из города. На следующий день детектив Насонов приехал в родной город убитой Ирины Сарычевой. Ему удалось найти ее бывшую подругу и коллегу по работе Светлану Суркову. Какой ужас. Ну кто мог подумать, что так все сложится. Ирка у нас была ведущим сотрудником нашего отдела. Мечтала занять должность финансового директора. Такая молодая, такие успехи. Да знаю я, о чем вы. Но нет, она все своим горбом. Она первая приходила в офис, и последняя уходила. Ну а почему же тогда уволилась? Подставили завистники. Кто-то спрятал платежку на очень крупную сумму. А Ира про нее забыла. А когда вспомнила, было уже поздно. Срок платежа прошел, и фирма попала на крупный штраф. То есть она не стала дождаться, когда ее уволят, и сама написала заявление. Нервы не выдержали? Да нервы бы выдержали. Только все это совпало с трагедией в личной жизни. А что за трагедия? Да я не с тем парнем связалась. Личной жизнью заниматься некогда. Вся в работе. Опыта нет. Ну вот Ирка и попалась. Хуже. Аферистом оказался. У Ирки от этой любви окончательно крышу снесло. А это и деятель. Уговорил ее дядь большой кредит. Сам обещал выплачивать. Купили мебель, съездили дорого отдохнуть. В общем, пожили на широкую ногу. Когда деньги закончились, парень слился. Да? Именно так. И это, и неприятности на работе совпали одновременно. Хоть в петлю лезь. Понимаете, почему она уехала? Хоть в петлю лезь. А кредит она обрала в Макошанске? Ну да, в нашем Макошанске банке. Там все берут. Большие деньги, большие неприятности. А веб-дизайном она когда увлеклась? Чем-чем? Ну, веб-дизайн, компьютерная графика. Знаете, первый раз слышу. Ирка, кроме финансов, больше ничем не интересовалась. Понятно. Спасибо вам большое. Мне очень помогли. Всего доброго. Алло, Наташ, ну я тут кое-что выяснил про Ирину. На самом деле у нее были большие неприятности. Ну да, проблема на работе. Молодой человек ее бросил. Плюс кредит. Кредит? И что, серьезная сумма? Ну, пока не знаю. Я попробую выяснить. У меня в этом банке работает знакомая. Может быть, до сих пор там служит. Давай, наследим. Что изучаем? А, это следователь прислал фотографии с места преступления. И сколько она была должна? Миллион семьсот. Ничего себе. Сколько же она в этом своем Макошанске зарабатывала? Да, зарабатывала она неплохо, но сумма долга тоже большая. Одно время она перестала выплачивать деньги банку. И долг передали коллекторскому агентству. Ну да. А эти умеют деньги выколачивать. Угу. Потом платежи возобновились. И это по времени совпадает с появлением у нее второго ухажера. То есть вы думаете, что... Я думаю, что соседка ошиблась. Что второй ухажер был сотрудником коллекторского агентства. Алексей Викторович, на нынешней работе Ирины сказали, что она была очень хорошим веб-дизайнером. Пришла она к ним год назад, показала очень крутое портфолио. Они ее сразу взяли и ни разу об этом не пожалели. Ты посмотри, какая разносторонняя девушка. Прямо за что не возьмется, все у нее на пятерку получается. Ну, бывают такие вундеркинды? Ну, бывают. Вот только когда она успела освоить новую профессию. На ней висел большой долг, только устроилась на работу и прям уже с каталогом выполненных работ. Ну, может быть, у нее хобби такое было? Да нет, нет, она серьезно увлекалась бухгалтерией. Практически жила на работе. Что-то здесь не сходится. Слушай, на портфолио бы ее взглянуть. Хм, обижайте. Все с собой, скоро буду. Вот, смотрите. Для какой фирмы она делала эту работу? Местная, по продаже сантехники. Есть координаты. Свяжись с ними и выясни, когда она закончила эту работу. Хорошо. Брать внимание, Наташа, вот эта фотография погибшей Ирины. А вот эту фотографию Ирины я взял в банке. Погодите, так... Это же два разных человека. Ну, да. Странно. Я сейчас пообщался с заказчиками работы Ирины. Они утверждают, что работу выполняла не она, а некая Елена Ивановна Новикова. Ничего не понимаю. Значит, быстро собираю все возможную информацию на Новикову и найди ее нормальную фотографию. Хорошо. Так. Новикова. Елена. Ивановна. Новикова Елена Ивановна родилась в городе Макошанске. Закончил технологический университет, специализация веб-дизайнер. Разведена. Получается, что погибшая никакая не Ирина, а Елена. А куда Ирина делась? Подождите, тут еще не все. Елена Новикова покончила с собой в своем родном городе. У нее остались мать и тетка. Сейчас учиться не легче. Надо ехать в Макошанск и разбираться, что там произошло с этой Еленой Ивановной. И обратите внимание, что обе девушки пропали примерно на то и то же время, год назад. Так, ждите здесь, я к следователю. Значит, Ирина Сарачева совсем не Ирина Сарачева. Ну, ты даешь. Значит, убийцу надо искать совсем в другом месте. Да нет, я тоже не верил в виновность жениха. Ну, тогда кто? Мы уже всех прошерстили. Ну, следы ведут в ее родной город. А можно же посмотреть материал по факту гибели Елены Новиковой? Ты же обещал запросить его в Макошенске? По данным экспертов, 15 февраля прошлого года Елена Новикова прыгнула с моста и разбилась. Но вот что странно, нашли ее в реке, но на теле присутствуют следы волочения. Как будто Новикову тащили до реки. Только теперь она уже никакая не Новикова. Алло, Наташ, собирайтесь, мы выезжаем в Макошенск. Ясно. Дим, едем в Макошенск. А с собой, как обычно, прослушаю камеру. Да, я в офисе буду где-то через полчаса. Приехав в Макошенск, детектив Насонов отправил Дмитрия поговорить с соседями. А сам с Наташей направился к бывшему мужу Елены, Павлу. Здравствуйте, меня зовут Алексей Викторович, я преподаватель Лены по аудиту. А это ее бывшая однокурсница. Мы сейчас в институте собираемся провести конференцию. И собираем всех выпускников, которые много чего добились. Мы знаем, что Лена добилась больших высот в финансовой сфере. Она дома сейчас? Так вы что, ничего не знаете? Она погибла год назад. Как погибла? Покончила с собой. Господи, какое несчастье. Тихо, тихо. Ну, заходите, я сейчас принесу воды. Давайте. Спасибо. Так, а почему же она все-таки покончила с собой? Ведь такая умница была. Лучшая студентка у меня на курсе. Не знаю. Меня об этом даже не известили. Я был в командировке, вернулся и попал на похороны. Тетка ее все быстро провернула. Подождите, подождите. Как это вам могли не сообщить о гибели жены? К сожалению, к этому моменту мы уже были с ней в разбоде. Понятно. Что интересно, вам понятно? У нас была хорошая семья. Да я Елену на руках носил. Ну, что же в таком случае произошло? У нее были проблемы, враги, сложности на работе? Нет. Все сложности и проблемы она умела разрешать сама. И никогда не опускала руки. Даже после нашего развода. Скорее, я сам бы с собой что-нибудь сделал. Но с моста бросилась она. Ясно. Ну, в таком случае я хотела бы поговорить с мамой Елены. Вы не знаете, где ее можно найти? Да в богадельне ее мать. Лена еще пару лет назад отправила ее в дом для престарелых. А мне вот после Нового года счет оттуда пришел на оплату палаты повышенной комфортности. По старому адресу так сказать. Скажите, а Ирина Сарычева к вам не заходила? Это тоже наша однокурсница. Нет, не видел такую. Надо же, как на Лену похоже. Только в очках и прическа другая. Ну что ж, вы нас извините, мы, пожалуй, пойдем и простите, что не дали попить вам кофе. Это чашка Лены. Она любила пить кофе. Ой. Эти профессора такие неприспособленные. В детективное агентство обратился Михаил Сомов. Убита его любимая девушка Ирина Сарычева. Полиция подозревает самого жениха в преступлении на почве ревности. Против него свидетельствуют отпечатки пальцев в квартире Ирины, а также и на ноже, которым зарезали жертву. Детективов насторожил факт, что Сарычева за последний год резко сменила профиль деятельности с финансиста на веб-дизайнера. В ходе расследования становится известно, что убитая невеста Михаила никакая не Ирина Сарычева. На самом деле это была Елена Новикова, которая также проживала в Макошанске и покончила с собой еще год назад, спрыгнув с моста. Ну что у тебя? Ну что, Павел, этот самый настоящий псих, ревновал Лену к каждому столбу, запрещал общаться с друзьями. А если что, начинал руки распускать. Да ладно. А с виду вроде интеллигентный человек. Да, только она от него все время по соседям даже пряталась. А один раз зимой в одной рубашке к тетке убежала. Ничего не понимаю. А почему сразу было не развестись, как только все это началось? Да потому что он ей перегрозил. Сказал, что если она уйдет от него, он убьет всех ее родственников. Вот она и терпела. Но заявление на развод все-таки подала потом. Может, она поэтому и в речку-то бросилась? Павел, наверное, ей покоя после развода не давал. Так получается, Елена отправила мать в дом престарелых, чтобы спрятать от психа мужа? Вот почему мы у него в квартире скрытую камеру остановили. Молодец, догадалась. Посмотри, пожалуйста, режим работы этого дома престарелых. Успеем мы сегодня ее навестить? Так. Нет, сегодня, боюсь, не успеем. Угу. Ладно. Да, Михаил. Ну да, есть кое-какие новости. Давайте вы часа через полтора подъезжайте к нам в офис есть разговор. Угу. Да, до встречи. Ну что, поехали, сюда завтра вернемся. Добрый вечер. Что вам удалось узнать по поводу Ирины? Боюсь, что наша информация вас немножко удивит. Вы присаживайтесь. Говорите. На самом деле, вашу девушку звали не Ирина, а Елена. Год назад она сбежала от мужа психопата из Макошанска. А здесь жила по чужим документам. Вы серьезно? Да, абсолютно. В Макошанске ее считают погибшей. Ну, якобы год назад она покончила жизнь самоубийством, спрыгнула с моста. Так вот, почему она была замкнута, ни с кем меня не хотела знакомить и почему хотела уехать из нашего города. Ну, а как бы вы себя вели, если бы жили по чужим документам? Не знаю. А у нее остались какие-нибудь родственники, дети, родители? Только мать и тетя, они в Макошанске, мы только что оттуда пытаемся найти какой-нибудь след. А бывший муж Ирины, то есть Елены, он тоже там живет? Да, в Макошанске, очень сильно скорбит ему. Сейчас придется хоронить жену во второй раз. Бедняга. А так как вы говорите, на самом деле звали Ирину? Елена Ивановна Новикова. А ее мужа? Павел Новиков. Да, Дим? Да, да, да. Новиков Павел Игнатьевич. Елена при разводе фамилию не меняла. Ну что ж, спасибо за информацию. Буду ждать от вас новостей. На следующий день детективы приехали в дом престарелых, где жила мать погибшей Елены Новиковой. Здравствуйте, Зинаида Андреевна. Здравствуйте. А вы новый врач? Нет, Зинаида Андреевна, я частный детектив, меня Алексей зовут. А посмотрите, пожалуйста, вы узнаете вот эту девушку? Нет. Ну, как же так? Это же ваша дочь Елена. Правда? Может быть. Она хорошая девочка, добрая, заботится обо мне. Так вы ее узнаете? Это ваша сестра? Ой, какая милая. А у меня тоже сестра есть. И дочка есть. Зинаида Андреевна, посмотрите. А вот эту девушку вы знаете? Может быть, она дружила с вашей дочерью? Нет, мой хороший. Я не знаю этих девушек. Я что-то сегодня себя плохо чувствую. Ты завтра приходи. Хочешь печенье? У меня в коробке на столе. Мне его дочка на день рождения принесла. Елена? Да, моя любимая. И кактус. Новый. А то они у меня что-то вянут. Спасибо вам. Ну, мы пойдем. До свидания. Толку от нее, конечно, никакого, Альцгеймер. Жаль, человек. Вы знаете, бывший муж Елены может быть и псих, но человек, в общем, хороший. Он счет за палату Зинаида Андреевна оплатил и к ней самой заходил. А ее теперь не часто навещают. Ну, как сказала соседка наша убитой, все они хорошие. Поначалу. Давайте так. Для начала навестим тетку Елены. Может быть, она прольет свет на эту историю. Что-то пока не очень похоже, чтобы Ирина и Елена были между собой знакомы. Поехали. Угощайся. Нет, спасибо. Ну, что, подведем итоги. Тетка Елена ничего не знает. Лицо трупа было сильно повреждено, тело тоже. Экспертизу ДНК никто не потребовал. Ну да, и про Ирину тетка тоже ничего не знает. Печенье. А что там Зинаида про печенье говорила? Что дочь его принесла на день рождения. А когда у нее день рождения? Сейчас посмотрим. 15 февраля. А 15 февраля, год назад, якобы покончила с собой ее дочь Елена. Но, как мы знаем, Елена до последнего времени была жива. А выдавала себя за Ирину Сарчеву. Вы думаете, здесь есть какая-то связь? Конечно. Безусловно, есть связь. Утром Елена приходит навестить мать. Кто-то, кто считает ее погибшей, приходит тоже. И там узнает, что Елена жива. А, возможно, вообще даже ее увидел. Так я знаю, кто это был. Мне администратор сказала, что в этот день приходил Павел. И ты сидишь и молчишь. Я в Макошанск по дороге следователю позвоню. Ну что, посмотрим, что у них там происходит. Тварь, скотина! Если бы не ты, я сейчас не пришлось бы прятаться, она была бы жива. Какое твое дело для моей жены? Я любил ее, мы собирались пожениться, ясно тебе? Это была моя женщина, Ольга, моя! И никто не имел травы, ни прикасаться, никто! Кто бы мог подумать, что Михаил найдет адрес мужа убитой. Ну что, надо идти, пока они там не поубивали друг друга. Спокойно, тихо, тихо, тихо! Тихо! Не стоит портить себе жизнь для человека, который та скоро сядет в тюрьму. И надолго! Граждане Новиков, вы задержаны по подозрению о убийстве вашей бывшей жены, Елены Новиковой. Я? Я ее не убивал. А вот сейчас тебе лучше самому во всем признаться. Все знают, что ты неоднократно угрожал ее убить. Подонок! Лена, Леночка, что вы такое говорите? Я любил ее больше всего на свете, я жил для нее. И она, она тоже меня любила. Это все тетка и соседки. Если бы не они, мы были бы счастливы до сих пор. Да перестаньте, гражданин Новиков. Мы изъяли в квартире убитые отпечатки пальцев неустановленного лица. Я уверен, что экспертиза докажет, что эти отпечатки пальцев ваши. Ну что, будете говорить? В день рождения своей тещи ты приехал к ней в дом престарелых. Ну, чтобы счет оплатить и заодно проверить, как себя чувствует Зинаида Андреевна. А в комнате у нее на столе ты увидел коробку с ее любимым печеньем. Да, я был у Зинаиды 15 февраля. А вы неплохо устроились, Зинаида Андреевна. Да, доченька заботится обо мне. Ваша дочь утонула год назад. Да, да. Какое горе. Какое горе. Утонула. Признавайся, старая Грымза, Лена жива? Твоя дочь жива? Она была сегодня здесь? Какое горе. Какое горе. Леночка утонула год назад. Из дома престарелых идут только две электрички, утром и вечером. Мне повезло. Я заметил Лену на станции. Ты проследил за ней, зашел следом в дом и убил ее. Как вам объяснить? Я любил Лену. Я хотел вернуть ее домой. Хотел жить вместе с ней. Хотел, чтобы у нас были дети. Но не справился с эмоциями и... Нет, она, видимо, ждала кого-то другого. Поэтому открыла мне, не взглянув в глазок. Я очень сильно обрадовался. А она испугалась и побежала от меня на кухню. Стала звать на помощь. Девочка моя, ты чего испугалась? Думала, я тебя никогда не найду. Уходи, мне теперь другая жизнь. Нет у тебя никакой другой жизни. Никуда ты от меня не денешься. Помогите! Ты что, девочка моя? Это же я, твой муж. Не бойся и не убегай больше. Напишу. Ах ты дрянь! Леночка, как же так? Лена! Леночка! Лена! Это был самый страшный момент в моей жизни. Я думал, что сейчас умру рядом с ней. Тем не менее, это тебе не помешало стереть отпечатки пальцев с ножа и с остальных поверхностей. Но кое-что ты все равно оставил. Пошли. Домой ты теперь вернешься очень нескоро. Мне непонятно только одно, как паспорт Ирины оказался у Елены. И что с Ириной в итоге произошло? Ну, я думаю, дело было так. Елена стала случайно свидетелем самоубийства Ирины. Только девушка прыгая с моста ступилась и попала не в реку, а на нас и рядом. Ну да, поскольку бывший муж не переставал терроризировать Елену и угрожать ей, то она решила имитировать собственное самоубийство. Ну, а когда увидела паспорт самоубийцы, посмотрела на фотографию и поняла, что они очень похожи. Надела на Ирину свою бижутерию, обменяла с ней пальто и отволокла ее к реке. Ну да. А там ниже по реке плотина и было понятно, что даже если тело найдут быстро, оно все равно будет сильно изуродовано. Да уж. Бедные девушки. Елена и Ирина. А ведь у обеих все начиналось с большой чистой любви. Павел под следствием. Михаил часто навещает мать Елены в доме престарелых. Продолжение следует...